Добро пожаловать в этот видеоурок. Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Сейчас мы разберем, как делать автоматизацию в электронной танцевальной музыке, в EDM музыке, в клубной музыке. Какие у нас есть варианты. Я не буду рассказывать о том, куда нужно нажать, чтобы вообще автоматизация заработала. Я предполагаю, что вы это уже знаете. Если вы не знаете, то посмотрите видео на нашем YouTube-канале. Там рассказывается о том, как делать простейшую автоматизацию. Я сейчас расскажу именно конкретно, какие ручки мы можем автоматизировать и как это делать, чтобы это хорошо могло звучать в электронной танцевальной музыке. Давайте пробежимся прям по некому списку. Первый у нас в списке — это параметр Frequency либо Cut-Off. Обыкновенный фильтр, который мы можем каким-то образом автоматизировать, чтобы получать более интересный результат. Давайте подумаем, в каких случаях это может и как использоваться. Например, очень известный такой прием, когда мы берем и, скажем, вот у нас на бочке вот так вот подрезаются низкие частоты в переходе к Dance части. Как правило, автоматизация используется как раз-таки для различных переходов. И давайте посмотрим, как это здесь выглядит и послушаем. Здесь я автоматизировал вот эту ручку Frequency и я использую обычно для автоматизации Single EQ. Вы видите здесь Channel EQ, но здесь нет никакой обработки. То есть Channel EQ я использую для эквализации с точки зрения сведения, а Single EQ я использую именно для автоматизации. Мне так проще, так удобнее. Ну и как раз я считаю, он хорошо для этого подходит. Также не забывайте, что мы можем использовать не только Low Cut, то есть который срезает низкие частоты, но можем использовать High Cut. Например, такой прием, когда у нас, знаете, такое звучание как будто под водой, когда все ударные, например, они звучат как будто вот так вот где-то в клубе, в который вы еще не зашли. Это когда у вас закрыты высокие частоты. Также я не зря покрутил ручку Q. В некоторых случаях резонанс, Q-фактор в данном случае это резонанс, может давать очень интересный эффект. Здесь конкретно он не очень зашел, но нам не нужно использовать все вот эти вот варианты для того, чтобы написать трек. Мы используем то, что подходит в данном конкретном случае, в данном конкретном треке. Но для того, чтобы всем этим пользоваться, нам нужно иметь в арсенале большое количество различных техник. Поэтому первое – это ручка Frequency или Cut-Off. Как отдельным плагином можно использовать, так вы можете использовать, например, внутри синтезатора. Скажем, берете Alchemy, либо Serum, неважно какой синтезатор. И там ручку Frequency тоже можете автоматизировать. Также не забываем про резонанс или Q-фактор, как он здесь называется. И пробуем разные варианты. Low Cut, High Cut и так далее. Какие у нас еще есть варианты? Это реверберация. Достаточно популярная история, когда мы навешиваем на какой-либо инструмент еще, например, ревер. Например, я хочу на вокал вот здесь добавить больше реверберации, чтобы в конце был такой хвост, было некое послезвучие. Мы находим наш вокал. Где он у нас? Давайте поищем. Это у нас басы, здесь перкуссия. Вокал у нас вот он. И что я делаю? Я беру и прямо вот сюда вот вешаю, ну, например, давайте возьмем Space Designer, пускай. Какой-нибудь пресет возьмем прям огромный, допустим, Warped Effect. Какой-нибудь максимально долгий, прям с таким длинным дикеем. Вот, например, Length достаточно большой. Давайте послушаем, как это будет звучать. Здесь они дают не очень приятные эффекты. Давайте возьмем просто Length, Space и, да, лучше подойдут Outdoor. К примеру, пресет можете выбрать любой, настроить его как хотите. Здесь я автоматизирую ручку Mix. И просто-напросто в момент, когда у нас заканчивается вот эта вот партия, у нас увеличивается количество ревера. И у нас получается такой эффект. Давайте послушаем в миксе. Вполне себе. То есть вот пример того, как это может использоваться. Ручку Wet, либо ручку Mix мы автоматизируем. Также мы можем использовать, например, Delay. Мы берем, ну, скажем, давайте возьмем Stereo Delay или Eco. Тут на самом деле вариантов много. Возьмем что-нибудь, пускай, каждую одну четвертую. Ну, такой банальный вариант. Возьмем фидбэк побольше. И ручку Wet здесь точно так же автоматизируем. В общем-то, делаем все ровно так же, как мы делали до этого. И у нас получается такой интересный переход. Да, можно даже еще посильнее. Теперь все вместе. И мы в конце можем услышать вот это Way, Way, Way. Сейчас как бы чуть реже используется такой эффект, потому что он несколько, ну, устарел еще. Много лет назад он использовался. Но если вы пишете что-то такое олдскульное, то это можно применять. Это будет звучать классно. Да и вообще это дело вкуса. То есть вы можете Delay применить как-то иначе. И пользоваться здесь триплетные, например, варианты, что будет звучать гораздо более так необычно. Это уже чуточку современней. Delay. А вот вообще отличный вариант, который у нас здесь заходит. Что еще может быть? Может быть, например, работа с питчем. Питч мы можем применять, да на самом деле на абсолютно любом звуке. Мне более-менее нравится, как звучит это, например, на райдах, либо на каких-то хай-хетах. Здесь, повторюсь, дело вкуса. Можете применять это где угодно. Давайте покажу некоторые варианты. Нам нужно всего-навсего автоматизировать ручку питч. Она есть почти в каждом синтезаторе. Вы можете сделать это внутри синта. А можем воспользоваться, например, в разделе питч питч шифтером. И, в общем-то, здесь, например, сделать на октаву выше и ручку микса, например, увеличивать. Здесь вы можете регулировать, да, какие-то настройки менять и так далее. Здесь он как-то несколько искажается, звук, но, опять же, это может быть и прикольно, если звук как-то интересным образом меняется. Поэтому вы можете вот эту ручку заавтоматизировать. И у вас, например, будет постоянное ощущение, что вот этот вот луп, он как будто нарастает. Давайте сейчас покажу, как это может работать. Постоянное будет ощущение у слушателя, что как будто бы несколько вот так вот увеличивается. Здесь можно, ну, либо прям ступеньками делать вот так вот, потому что в данном случае он позволяет вот именно эту ручку только таким образом автоматизировать. Либо можно пойти через ручку микс. С каждым обновлением Sequencer Logic Pro обрастает все большим количеством функций, меню и инструментов. А вы до сих пор не можете понять, как все это выучить и, самое главное, как использовать на практике. Никаких проблем. Я подготовил для вас максимально подробный видеокурс, состоящий из нескольких частей, в котором в мельчайших деталях разбираю все возможности секвенсора Logic Pro в теории и на практике. Каждая часть продвинутого курса Logic Pro – это отдельный мини-курс, поэтому можно смотреть в любом удобном порядке. Ну а после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем Logic Pro, а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее, насыщеннее и увлекательнее. Не откладывай обучение на потом, начни прямо сейчас. Ссылка в описании к этому ролику. И очень круто это может работать наоборот. То есть вы же можете не только повышать питч или ручку микс, вы можете наоборот уменьшать, скажем, для того, чтобы микс, такое ощущение, как будто уходит в завершение, и у вас постепенно как будто трек замедляется. На самом деле, когда диджей играет микс, в общем, я так делал, и многие диджеи делают, в конце просто-напросто питч, прям высоту и темп трека они уменьшают, за счет чего создается такой эффект, который вполне можно использовать в конце трека где-нибудь, например, в аутро. Напомню, что вы можете использовать ручку питч в синтезаторе, либо в сэмплере, который вы применяете, то есть любым, в общем-то, удобным вам образом. Также еще интересно использовать, например, сатурацию. Причем сатурацию мы обычно используем не как эффект, но мы можем в данном, например, случае рассмотреть это больше именно как некий, ну, такой прям конкретно FX. Скажем, у нас есть такой вот звучок, вот этого лидирующего такого арпеджио, и я решил использовать сатурацию, переходим во вкладку дисторшн, и здесь, на самом деле, методом тыка, ну, можно биткрашер, он может быть сильно жестко сейчас будет работать, но тем не менее. Вот совершенно характерный такой эффект для биткрашера, то есть он прям портит качество звука, делает его таким слегка как бы 8-битным. И никто нам не мешает, например, взять и скомбинировать это все с эквалайзером, то есть у нас будет, например, постепенно увеличиваться здесь ручка, например, вот этого микса, а при этом, чтобы звук не становился слишком громкий, мы при этом ручку Frequency будем постепенно уменьшать, например, как вариант. То есть мы можем комбинировать все эти вещи совершенно запросто. И уходит, этот звук исчезает, допустим, при переходе в брейкдаун, либо при завершении трека и так далее. Вариантов связок просто огромное количество. Плюс мы можем, конечно же, все эти вещи делать, например, внутри вашего виртуального синтезатора. Ну, скажем, мы использовали вот здесь вот Strings Alchemy. Здесь мы уже слышим такой какой-то звучок. Мы можем, например, взять вкладку Morph и вот эту ручку каким-то образом заавтоматизировать. Здесь нам придется по факту автоматизировать две ручки, это X и Y, но, в общем-то, если у вас какой-то сложный звук, то вот как раз Morph, вот эти вот два параметра, они прям хорошо работают и дают очень интересное, какое-то необычное звучание. Так что пробуйте и применяйте это. Что еще можем автоматизировать? Вы можете сказать, блин, что еще можно что-то автоматизировать? Да, можно. И, например, нередко бывает такая ситуация в разгонах, вот когда идет билдап перед дропом, например, мы прям-таки на мастере берем и используем, скажем, из утилити мы берем... Ну, гейн это один из вариантов, то есть мы потихоньку уменьшаем громкость, и когда дроп у нас вступает, громкость возвращается в исходное положение. Ну, надо сказать, по-моему, такую штуку я как раз сделал уже здесь. Да, мы можем увидеть, что вот у меня уже есть ручка громкости, автоматизация этой ручки, и на минус 3 дБ у меня громкость уменьшается. Для чего это нужно? Для того, чтобы дроп казался более взрывным и более мощным по сравнению с билдапом. А то нередко бывает так, что билдап капец какой громкий, а дроп в разы тише, и в итоге дроп не кажется мощным и взрывным. А когда вы делаете специально вот этот разгон, тише, 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 и бух, потом взрыв, происходит дроп. Также, чтобы еще сильнее это все подчеркнуть, вы можете, например, в имейджере взять direction mixer, и вот здесь вот этот параметр потихоньку менять. Что он делает? Он будет делать звук в моно, и тогда у вас тоже будет крутой классный эффект. Давайте проверим. Здесь достаточно неплохая моносовместимость треки, поэтому существенной разницы нету, но если у вас, например, микс очень широкий, дроп, например, такой широкий, такое бывает в некоторых стилях музыки, что моносовместимость важна несколько меньше, то в этом случае вот этот эффект, он будет более заметен и более очевидный, когда прям звук становится узкий, 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 потом практически в моно, и потом бах, к дропу он опять возвращается в исходное положение. Только не нужно делать так, иначе будет слишком широкое звучание, и это будет уже совсем уход в противофазу, антифазу, и вы моносовместимость убьете совсем. Поэтому здесь мы работаем вот таким вот образом на контрасте. Ну и последнее, что здесь тоже использовалось, например, я использовал вот такой вот плагин, который родной внутри лоджика. Это у нас, значит, в мультиэффектах FatFX, StepFX, ну, RemixFX он здесь не очень подойдет, а вот FatFX и StepFX. Очень интересные плагины, которые как раз-таки позволяют создавать какие-то необычные совершенно вещи, и вы можете точно так же, вот как здесь, например, я местами увеличивал ручку Mix, и вы можете обратить внимание, что звук прям существенно меняется. Вы понимаете, да, я включаю и выключаю этот плагин, и мы слышим эту разницу. То есть я прям на мастере использовал этот эффект. И последнее, что я хотел сказать, что вот все эти параметры, которые мы с вами рассмотрели, мы можем использовать в связке. Также мы можем их использовать на мастере. Мы можем их использовать на отдельных звуках. И можем их использовать в группе. Например, всю группу вот этих арпеджио, которые у нас залейрены, мы можем загнать под фильтр, да еще и с биткрашером, как мы это сделали. Вуаля, у нас получается просто огромный арсенал, который мы можем использовать при работе с аранжировкой. Это не значит, что когда вы пишете трек, вам нужно использовать все эти эффекты. Совершенно нет. Вы просто знаете, что вы можете автоматизировать, как это делать, и вы пробуете, экспериментируете. Если это заходит, если это звучит, если это классно, то окей, оставляете. Если нет, то не используйте. Поэтому вот так вот это работает. Пробуйте, креативьте, экспериментируйте. С вами был Александр Владимиров, Logic Pro Help. Пока.